Городу Ульяновску присвоено почетное звание Российской Федерации Город трудовой доблести Это решение стало знаковым и навсегда вписало трудовой позвих ульяновцев в книгу Исторической памяти страны Судьбоносному решению предшествовала большая работа регионального отделения партии Единая Россия, выступившего с инициативой присвоения Ульяновску почетного звания Ульяновцу и жители области собрали более 200 тысяч подписей За присвоение Ульяновску почетного звания Город трудовой доблести Сегодня на торжественной церемонии открытия стелы Ульяновск, город трудовой доблести Присутствует губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских Председатель законодательного собрания Ульяновской области Валерий Васильевич Малышев Советник департамента по координации вопросов государственной политики В исторической и гуманитарной сферах управления общественных проектов Администрации президента России Юрий Александрович Никифоров Главный федеральный инспектор по Ульяновской области Юрий Павлович Кулик Депутат Государственной думы Российской Федерации Владимир Михайлович Кононов Начальник управления Федеральной службы безопасности России по Ульяновской области Дмитрий Николаевич Разумов Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Ульяновской области Сергей Юрьевич Михайлов Метрополит Симбирский Новоспасский Лонгин Глава города Ульяновска Дмитрий Александрович Вавилин Председатель областного совета ветеранов Сергей Николаевич Ермаков Председатель городского совета ветеранов Геннадий Иванович Слюсаренко Почетные граждане Ульяновской области и города Ульяновска Владимир Ильич Сваев, Юрий Иванович Поляков, Мария Григорьевна Большакова, Вадим Иванович Орлов Исполняющие полномочия секретаря Ульяновского регионального отделения партии Единой России Владимир Николаевич Камека Руководители правоохранительных и силовых структур и ведомств Командиры воинских частей Ульяновского территориального гарнизона Представители федеральных органов исполнительной власти, политических партий и общественных организаций Руководители предприятий и организаций, внесших весомый вклад в приближение Великой Победы Члены молодежных патриотических организаций Величие народа и его уважение к делам предыдущих поколений Трудовой подвиг наших земляков, тружеников тыла Пример истинного патриотизма и безграничной преданности своей Родине Цена победы в Великой Отечественной войне велика Нам есть что уберечь, охранять и помнить Право открыть стеллу Ульяновск, город трудовой доблести Предоставляется члену Совета ветеранов Ульяновского патронного завода Николаю Павловичу Горбу, юно-армейцу Дмитрию Нестерову Стеллу открыть! Павловичу Горбу, юно-армейцу Дмитрию Нестерову Стеллу Мы встаем. Слово губернатору Ульяновской области Алексею Юрьевичу Брусских. Тихо, тихо, ребята. Дорогие жители и гости Ульяновской и Ульяновской области. Год назад президент Российской Федерации присвоил городу Ульяновск почетное звание Российской Федерации «Город трудовой добрости». Сам факт присвоения столь высокого звания вызывает неподдельную гордость, является высочайшим и поистине народным признанием трудового героизма и самоотверженности жителей Ульяновской области. Их вклада в великую победу. Я хочу выразить слова безгонечной благодарности людям, от которых напрямую зависело получение почетного звания. Трудовым коллективам, общественным организациям и вам, жителям Ульяновской области. Вы провели большую работу. Собирали факты о трудовых подвигах членов своей семьи и земляков. Бережно хранили историческую память. Передавали ее из поколения в поколение. Именно ваша беспрецедентная поддержка помогла получить признание Родины. Низкий поклон и спасибо поколениям военных лет. Тем, кто ценой немыслимых усилий прибежал победу на фронте и в тылу. В этом году исполнилось 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Войны, которая унесла десятки, сотни миллионов жизней. Не найдется в стороне ни одной семьи, которую не коснулась бы эта беда. Кто не испытал бы горе с потерь, не обрел своего героя. Именно это глубоко личное, трепетное отношение людей во многом и определяет то, как искренне, свято берегут в России память о войне, о каждом ее участнике. И не важно, кто он, герой фронтовик или герой трудового подчас невидимого фронта. И сегодня, открывая стелу Ульяновск, город трудовой славы, мы увековечиваем подвиг каждого из них. Отдаем дань уважения всем ульяновцам, которые в годы войны, не щадя сил, вне зависимости от возраста, день и ночь стояли у станков, работали в полях, обеспечивая фронт всем необходимым. С самых первых горьких дней и до победы. Наша стелла – это память, воплощенная в камне. О предприятиях и коллективах, которые были эвакуированы из перфронтовых территорий, в кратчайшие сроки перестоили свое производство на военный лад. Значимо, что представители, многие из них, участвуют сегодня в нашем памятном мероприятии. О танковом училище, которое подготовило командиров и техников бронетанковых войск. Память о героическом труде медицинских работников 26-ти силовых госпиталей, размещенных в нашем регионе. О вкладе сельских жителей в победу. Пожалуй, никто так тяжело не переносил тяготы военного времени, как труженики сел. Именно здесь, как нигде более, действовал принцип «все для фронта, все для победы». Не подожить забвению вклад простых жителей в победу. От сдачи продуктов и денежных средств, фонд красной армии, до создания уюта эвакуированным детям 26 детских домов и одного интерната. Примеры трудового героизма можно перечислять и перечислять. А мы, потомки Великой Победы, помним и чтим каждый подвиг. И ратный, и каждодневный тяжелый деловой труд часто безымянных героев той войны. Говорят, что война появляется тогда, когда вырастает поколение тех, кто о войне ничего не помнит и не знает. А потому сохранение памяти о Великой Отечественной войне, о вкладе каждого, буквального каждого Ульяноса в победу, торжество мира является личной ответственностью всех нас. Еще раз поздравляю нашу область и ее жителей с открытием стеллы Ульянос в город трудовой доблести. Слово советнику департамента по координации вопросов в государственной политике в исторической и гуманитарной сферах управления общественных проектов администрации президента Российской Федерации Юрию Александровичу Никифорову. Уважаемый Алексей Юрьевич, уважаемые жители Ульяновска и Ульяновской области, разрешите огласить приветствие помощника президента Российской Федерации, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Славовича Витинского. Дорогие друзья, искренне поздравляю вас со знаком событий, открытием стеллы в город трудовой доблести. Это почетное звание призвоено Ульяновску по праву и, согласно исторической справедливости, в 1941-1945 годах вклад жителей города в достижение Великой Победы был огромен. На предприятиях, заводах, фабриках рабочие и служащие всех возрастов самодержно трудились, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение армии боеприпасами, вооружением, техникой, обмундированием. Милосердие, отзывчивость, искреннее сопереживание. Те замечательные качества, сполна проявленные ульяновцами в заботе о ребятах из детских домов и детях из блокадного Ленинграда, круглосуточном уходе за ранеными бойцами в госпиталях, в внимании к тысячам эвакуированных семей. В годы Великой Отечественной войны через город проходила легендарная железнодорожная артерия Волжская Ракада, сооружение которой, по словам Жукова, обеспечило резервами и вооружением всю Сталинградскую битву. В этой связи символично, что стела в память о трудовом героизме ульяновцев установлена в непосредственной близости от железнодорожного вокзала. Пусть подвиг ваших земляков будет для вас источником вдохновения для всех ваших начинаний и совершений под мирным небом. Привидите мои искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и успеха. Помощник президента Российской Федерации Владимира Великой Отечественной. Поздравляю вас с праздником. Подряд жителей региона также поступило поздравление от полномочного представителя президента России по Приволжскому федеральному округу Игоря Анатольевича Комарова. Это трудовой подвиг народа, одна из важнейших страниц нашей общей исторической памяти в Великой Отечественной войне. Для приближения победы жители Ульяновска работали, не жалея себя, на пределе человеческих сил. За огромный вклад жителей города Ульяновска в достижение победы в Великой Отечественной войне городу присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Мы помним о каждом, кто работал в тылу, чтим их память и благодарны за мирную жизнь сегодня. Желаю крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой и всего самого доброго вам и вашим близким. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Слово представляется главе города Ульяновска Дмитрию Александровичу Вавилину. У города Ульяновска великая история, которая ковалась многими-многими поколениями жителей города. Сегодня в городе исторический момент. Мы открываем стелу, посвященную массовому трудовому героизму. Летом 1941 года руководством страны было принято решение об эвакуации в город Ульяновск 15 крупных промышленных предприятий. Жители города с полным пониманием того, что без большого трудового подвига невозможно достичь победы Великой Осечной войны, включились в активную работу и уже осенью 1941 года первая продукция была поставлена на фронт. Особые слова памяти и благодарности сегодня мы говорим медикам. В Ульяновской области было размещено 28 военных госпиталей, в которых проходили лечение бойцы и офицеры Красной Армии. Наша задача быть достойным памяти наших отцов и дедов. Город Ульяновск и сегодня с честью несет высокое звание города трудовой доблести. Наши жители, промышленность города Ульяновска является основой, очень крепким фундаментом экономики Российской Федерации, очень крепким фундаментом обороноспособности нашей страны. Сегодня я выражаю особые слова благодарности от всех жителей города, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за присвоение городу Ульяновску заслуженного звания города трудовой доблести. Слово мобильного завода Анатолию Александровичу Лазареву. Уважаемые жители города Ульяновска, открытие пастеллы, посвященное присвоению городу трудовой доблести, внесли промышленные предприятия города, которые работали во время Великой Отечественной войны. Мне, как представителю автомобильного завода, очень приятно то, что автозавод с нуля начал выпускать продукцию, направленную на фронт. Только в сентябре принято решение о строительстве завода, о размещении сборочного производства на площадях сегодняшнего моторного завода, а через два месяца фронту были реализованы уже авиационные снаряды. Всего за время войны автомобильный завод изготовил более 8 тысяч автомобилей, ЗИС-5, более 20 тысяч двигателей, и оказал материальную помощь на изготовление запасных частей более 12 миллионов рублей. Поэтому открытие Стеллы – это знак благодарности всем трудящимся, всем рабочим, которые работали в лихое военное время. И сегодня автомобильный завод продолжает традиции, работает, стабильно работает, осваивает новые продукции и выпускает новые продукции, которые направляются в другие страны. Поэтому открытие Стеллы еще раз говорит о том, что работники заслужили этого, и это знаменательная дата в этом плане. И эта площадь, этот знак, юбилейный знак, будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи. И я уверен, что многие, которые будут приезжать сюда, в это ворота железнодорожного вокзала, это молодежь, которая выходит, будет регистрироваться в ЗАГСе, они будут приезжать сюда и на опыте старшего поколения будут принимать и воспитывать своих детей. Спасибо. Слово продолжателю трудовой династии, работавшей в годы Великой Отечественной войны на патронном заводе, Андрею Парышеву. Здравствуйте. Уважаемые жители города Ульянска. Я приветствую вас на этом торжественном событии, открытии Стеллы. Нашему городу присвоили звание «Город трудовой доблести». Я являюсь представителем крупнейшей и старейшей трудовой династии Михайловых, насчитывающей более 800 лет стажа работ на данном предприятии. С 1916 года и до сих пор представители нашей династии продолжают чтить традиции и работать на данном предприятии. Нельзя недооценивать вклад Ульяновского патронного завода в годы войны. Ведь, думайте, только первый год войны более 1 миллиарда патронов было выпущено для фронта. Каждый третий патрон, поступивший на фронт, был выпущен именно нашим Ульяновским патронным заводом. Хочется сказать спасибо своим дедам, своим прадедам за добросовестный, честный труд. В годы войны было очень тяжело, они выстояли и добились таких неимоверных колоссальных успехов, помогая ковать победу. Спасибо. К символу нашего единства, уважения и безграничной признательности за все, сделанное в годы Великой Отечественной войны, в стеле Ульяновск город трудовой доблести, предприятием, чья история неразрывно связана с трудовым подвигом ульяновцев, на площади 30-летия победы, место вечной скорби о тех, кто не вернулся с полей сражений, к старому железнодорожному вокзалу, с которым уходили вечность наши земляки. Святые, выкладывайте. Шагем! Мэр! 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 Грой! КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА